Ну вот то, что умеет делать Федерер, из-за нечисто вот этого нынешнего поколения, пожалуй, равных в этой части игры Федерерной. Ну вот, еще раз он продемонстрировал как раз. Да, ну вот это и страва. Ну вот, видите, посмотрите, как снимать. Ох, как здорово Рафаэль сыграл сейчас, посмотрите, да, в стиле Эбек. Допустим, на последних турнирах, которые мы с вами видели, то действуют в более агрессивной манере, да, в всяком случае, выходы вперед довольно частые. Ну вот, хорошо, видите, как раз победился мячом, сыграл на опережение. Здесь уже, видите, этот удар не получился. Брэкпоинт. Да, ну с песчаного корта одно удовольствие. А владелец это умеет делать. Помимо этого, был еще в 2005 году, выиграл турнир в Монреале. Победа и 10 поражений в пятисетовых матчах. А вот это коронный нём. Это даже травяной корт. У него были. А вот подача. Да, и добил. Конечно, ну здесь особой сложности и не. Да, он и сказал. Отмечали вот эти сильные стороны губы у Федера. А вот это вот его коронный удар. Справа хлесткий. Сильно позволил вернуть гей. Большой подрезкой такой удар. Для песчаного корта требуется совсем другая техника исполнения этого удара. И другое направление, наверное, даже. А вот это прекрасно. Вот забежал. Это коронный удар, наконец-то, про 40-15. Ну, а это то, что умеет делать. Прекрасно, тем более. Не получилось. И получилась подача на вылет. Вот вам ещё. Вот впервые вышел вперёд, да? После приёма. Сейчас как-нибудь медлит. Рафаэль из такого положения уже, конечно, не промахнулся. И выиграл следующим опять-таки мощным ударом. А, великолепный удар. Ну, вот это вот по линии сыграть. Коротко сыграть. Коротким ударом. Один гейм такой отстоял Федерер. Удалось ему выиграть с тройного брейкпоинта. То сейчас это тройной брейкпоинт или тройной сетбол уже на стороне у Надаля будет сделать, конечно, гораздо сложнее. Тем более, что Надальша принимает подачу, играя на песчаном корте. Ну, вот какая комбинация красивая, да? Я разметал как бы Федерера по корту. Сначала таким... Да, запутался сейчас в ДРР. Ну, мяч опустился тоже в сетке. Бывает такие моменты. И просто прострелил. Должно быть тоже так, разограничение. Одни мальчики подают мячи с печаного корта, а другие с травяного. Иначе этот песок может занести на траву. Вот так отыграл. Да, мы здесь даже и не подорвался к мячу, потому что корт дает такую возможность скольжения. И еще одна такая же подача. Ну, это то, что умеет в совершенстве. Не владеет этим. Красиво. Красиво вышел. Ох, какой удар. Вот это опять мы увидели. Ну, кого пушечный просто прием подачи. Противоохотцы. Ну, что ж, очень важный гейм. Ох, как бы закрутился. Хороший розыгрыш. Был интересный, да, здесь техничный. Сейчас стабильнее, когда за столом играть. А эту подачу не взять. У тебя опять... Да, и завершил. Хорошо. Очень красиво. Самый ужин. Ох, какой удар, да, на вы... А вот это был неожиданный ход, так уж как противоохот. Рафаэль сейчас играет вот в таком стиле, как у лучших теннисистов. Ну, как Рафаэль. Это хорошо, да, тихо. Ох, как здорово. Это лучший. Он атаковал, все сделал абсолютно правильно. Но вот такой вот сильно крученый мяч. 0.15. Ну вот пока, а свеча не одна. Мне сложнее сделать. Ну а Раф. Да, расподавались, ребята. И один, и другой даже вот впадать... Этот сет. Нет. И на этот раз не точный удар. Дело такие примерно одинаковые ошибки допускает Рафаэль Наталь и... И четкий удар на Рафаэль Наталь стал известным благодаря именно Рафаэлю, да. Бород Монакор. Не получился удар у Федерера. Как хорошо. Ну, это вот тоже такая типичная игра в теннис. По теперешним меркам. Да и вообще, наверное, Федерер поздновато начал играть серьезно в теннис. 8 лет. Ну, то это вот так как бы держал ракетку. 30-0. И четкий удар в самую линию. Ну а Наталь еще раз продемонстрировал умение сильной... ...плохой качестве подачи первой. Да, все-таки... Ох, какой прием! Да, это был великолепный удар. Удар, который принес первый брекпоинт. А это великолепно. Ну, это вот... Ох, как здорово! Да, не ожидал такого вот. И уже больше. Великолепный удар. Косой удар. Да, Федерер. И четкий удар. Да, это был самый долгий розыгрыш. Шевелит при втором мяче на подачу у Федерера. И еще одна такая же подача. Вот раз подавался. И завершил. Все-таки комбинацию, да. Для того, чтобы... Да, была возможность сейчас у Федера рад лечиться. Безусловно. Сейчас он так подсел под мяч. Да, была возможность, потому что неприкрытым. Вот весь правый угол был. Ай, Рафаэль перехитрил. Перехитрил. Вот видите, тоже. Да, и выиграл матч. И гейм взял. 5-4. Нет, не попал Рафаэль. Не попал в корт. Заманчиво было получить первый матч-болл. Но это все на ошибках Федерера взял. Да, но вот против такого удара уже ничего не поделаешь. Какой интересный розыгрыш был. Здесь мяч как бы застревал. Ну, такой... Замедлил полет, что ли. Замедлял полет свой. Не позволяет себе ничего лишнего. А Рафаэль надали... Ой, или немножко побольше, чем на Федерера. Действительно. Ну, посмотрим. Блестящие два удара. Попал. Блестящий удар. Да. Еще один хороший удар. И добил, конечно. Ну, тоже в решающий момент. Вообще какие-то вольности могут себе позволить теннисисты. Прекрасно. И опять этот неудобный, неудобный очко, которое берется на тайбреке на подачи соперника. Так что 1-0 швейцарский теннисист повел. И второй уже мяч берет. Да, это уже, скорее всего, победное очко. 5-0. Просто ее крупным планом не показали. И вот этот обводящий коронный удар. Что ж, 4-3. Счет становится... Сравнял счет надаль по 4. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, и теперь уже надаль ошибся. Надаль ошибся. Простой ситуации. Счет стал равный. 5-5. У него нет. Ну, он владеет хорошо мячом, но есть удары, которые... Ну, которые как бы не проходил или не нужны, может быть, для песчаных кортов они. Ох, какой удар! Да. Прекрасный удар в ноги. Сильный. Да. Все-таки Федерер на третьем ударе ошибся. Аля. 10-9. Швейцарь спереди. А Федерер и здесь умудрился все-таки схватить мяч. Но направить его, конечно, точно не было. Вот и все. Вот вам и травяной корт, который не дал отскока. И так, все-таки напряженнейший в этом матче трехсетовом, но равной борьбе. Абсолютно Рафаэль Надал оказался немножко удачливее. Итак, победа Рафаэля Надали. Очередная победа над Роджером Федерером. Но на этот раз в очень тяжелой борьбе она ему не досталась. Итак, мы стали с вами, уважаемые любители тенниса, любители спорта, наши телезрители, стали свидетелем первой в истории тенниса вот такого матча. Матч, который проходил на смешанном корте. Или там, как в данном случае, увидеть этих теннисистов еще не раз в этом году на корте. Ну что ж, уважаемые любители тенниса, на этом мы завершаем.